Ирина Дементьева «Предскажи мою смерть» Читает Наталья Урбанская Глава первая «Ты уверена, что не пропустила поворот?» Увидев по обе стороны от дороги глухой лес, спросила я подругу. «А что говорит навигатор?» Катя закусила губой и нервно постучала на маникюренными пальчиками по рулю. «Навигатор попрощался с нами ещё минут двадцать назад, когда мы выехали из города». «Значит, я точно не ошиблась». «Это враньё?» Я сомнительно сощурила глаза, вглядываясь в лицо подруги. «Скорее самовнушение», — закивала Катя в такт своим мыслям. «Как мило», — ухмыльнулась я. «Вот только на улице страшный ливень, дорогу совсем размыло. Мы посреди глухого леса без связи с цивилизацией. Если что-то случится, нас никто не найдёт». «Нас же ждут в отеле, они и будут нас искать», — неуверенно затороторила подружка. «Должны, так как уже перевели мне половину гонорара. Да и что, может с нами случиться». «Тормози!» — закричала я, схватившись за сердце от испуга. Катя ударила по тормозам так резко, что мы практически впечатались в лобовое стекло. «Ты сдурела? Ты чего орёшь?» — растирая ушибленный лоб, завыла она. «Там кто-то на дороге!» Не обращая внимания на ругань, я продолжала вглядываться сквозь туман и дождь в дорогу. «Посмотри, видишь, впереди огромная тень!» Катя замолчала и посмотрела в сторону, куда указывал мой дрожащий палец. Пару минут она пыталась разглядеть, что же там было. «Не глупи, это просто свет так падает! Или дерево! Это не может быть кто-то живой! Тень огромная!» Она нахмурилась. «Ага, дерево! Посреди дороги! Очень удобно!» — фыркнула я и снова заглянула вперёд, от чего у меня по спине тотчас же побежали мурашки. «А то, что это дерево решило подойти к нам поближе, тебя не смущает?» Я схватилась за Катя на плечо и начала истерично его трясти. «Боже мой!» — завопила подруга! «Заблокируй дверь и не дыши!» «Ты с ума сошла! Разворачивай тачку и уматываем отсюда!» Сквозь зубы промычала я. «Нет! Нет! Оно может погнаться за нами и ещё больше раззадориться!» «Ты это всерьёз?» Я в ужасе всхлипнула и вжалась в кресло. Мы переглянулись и затихли. Вокруг бушевала разъярённая стихия. По стёклам со страшной силой бил дождь. Нас всё больше окутывал плотный туман, лишая даже минимальной видимости. Холод подступал даже сквозь запертые двери нашего маленького жука. Ярко-жёлтая машина посреди поистине мрачного места смотрелась до ужаса нелепо. Видимо, поэтому небеса наслали на нас нечто невыносимо страшное, чтобы избавиться от нарушителей установленного порядка. Тень продолжала медленно подбираться к нам, с каждой секундой становясь всё больше и вытягиваясь вверх. Мы старались даже не моргать, неотрывно смотря на неизбежное зло, что подплывало к нам. Очертания понемногу становились чётче, плавность исчезла, уступая место изогнутым линиям поджарого тела. Через мгновение мы услышали приглушённый цок от копыт, а следом фары осветили огромную морду настоящего дикого лося с ветвистыми рогами, угрожающе направленными в нашу сторону. Фух, облегчённо выдохнула Катя. Это всего лишь лось. Всего лишь лось? Я ошалела, посмотрела на потерявшую разум подругу. А ничего, что это невероятно огромный лось с жуткими рогами. Но лося-то людей не едят, так что можно выдохнуть. Это не значит, что они не нападают на людей, особенно если эти люди их раздражают. А судя по виду нашего нового друга, мы ему явно не нравимся на своей жёлтой машинке. «Что же нам делать?» испуганно заверещала Катя. «Если я хотя бы поцарапаю эту машину, начальник меня затопчет не хуже этого лося. Попробуй сдать назад, только тихонько», – предложила я. Катя кивнула, завела машину, и мы понемногу стали отъезжать назад. Лось недовольно покачал головой и резко рванул за нами. «Стой!» – закричала я. «Этот план не подходит!» «Знаю!» – Катя ахнула, полезла в свою сумку и достала рабочий планшет. «Я как-то организовывала корпоративный выезд одной фирмы, так им нужно было полное погружение в лесную местность. Я им накачала кучу звуков дикой природы. Сейчас подключу через колонки машины, и наш друг поймёт, что мы свои». Звучит сомнительно, я нахмурилась. «Но других вариантов всё равно нет». Нашла вроде. Она закивала и нажала на кнопку. Мы осторожно открыли окна, тотчас впустив в салон промозглый холод и ледяные капли дождя. Из динамиков понеслись расслабляющие звуки леса. Слышно было, как шуршат листья на ветру, поют птицы, ухают совы и похрустывают сухие ветки под лапами других лесных жителей. «Ну что, он расслабляется?» – спросила подруга. «Слышишь, это похоже на лосиный крик. Он сейчас точно должен принять нас за своих». Мы снова вгляделись в морду недовольного животного. Он и правда слегка дёрнулся, услышав знакомый звук, помотал головой, как бы откидывая рога в сторону, и снова остановил на нас взгляд, а затем громко застонал. «Ты знаешь, я резко закрыла окно. Лучше выключи. По-моему, он принял этот звук за соблазнительный рёв самки». «Боже!» Катя швырнула планшет в багажник и тоже закрыла окно. «Оля, что нам делать?» «Я не знаю», – завыла в ответ. «Мы умрём, поруганные, похотливым лосем. Нас покажут по всем телеканалам. Будь проклят! Тот день, когда я согласилась ехать в этот чёртов отель», – в тон мне заревела подруга. Не в силах сдерживать обуревающий нас ужас, мы заплакали, как белуги. Перечисляя по очереди всё, почему будем скучать, обнялись и зажморились в ожидании неминуемой смерти. Она же подкралась откуда-то сбоку. Мы почувствовали два тяжёлых удара в боковое стекло. Закричав от ужаса, мы закрыли головы руками и вжались в кресло. «Не бойтесь!» – донёсся до нас чей-то голос. «Говорящий лось!» – заорала Катя и ещё сильнее сжалась в комок. «А это уже довольно обидно. Рогов у себя я не замечал». В стекло снова постучали. Я решила совершить поистине героический поступок и открыла один глаз, чтобы убедиться в невозможности происходящего. Приподняв немного голову, я выглянула из-под приборной панели, посмотрела на дорогу. Лося нигде не было видно. Но цокот копыт всё равно доносился откуда-то неподалёку. Оглядываясь по сторонам, я увидела, что вокруг машины ходит лошадь. «Мамочки!» – закричала я и дёрнула Катю за руку. «Это не лось, это говорящая лошадь!» «Что?» – Катя мгновенно открыла глаза. «Ещё и лошадь?» «Лось сбежал, теперь нас караулит лошадь!» – заключила я. «Но зачем?» – не веря в происходящее, прошептала подруга. «Чтобы спасти вас!» Мы снова услышали знакомый голос и одновременно повернулись к боковому окну. «Убийца!» – заверещали мы и снова рванули под приборную панель. В дверь ломился совершенно безобразный мужик в старом потёртом пальто и большой широкополой шляпе, а в руках он сжимал топор. «Вы под кайфом, что ли?» – заворчал он и всмотрелся в запотевшее окно. «Я пытаюсь вас освободить, отодвиньтесь, я сейчас вскрою дверь!» «Нет!» – что есть силы, закричала Катя. «Машину не трогать! Она служебная, я за неё сама кого хочешь убью!» «Вы сумасшедшие!» Мужчина недовольно отошёл в сторону. «Если вам помощь не нужна, я поехал!» Он подозвал к себе лошадь и, несмотря на свой грузный вид, легко на неё вскочил и повернулся к нам спиной. «Подождите!» – крикнули мы ему вслед. «А где здесь отель Старое Графство?» «Прямо до указателя, затем налево!» – буркнул мужчина, указав топором перед собой, затем пришпорил лошадь и исчез в тумане. «Спаслись!» – выдохнула подруга и опустила голову на руль. «Поехали уже отсюда!» – схлипнула я. «Не знаю, что ты тут ещё страшнее можешь придумать!» «Да уж!» – нервно икнула Катя и завела мотор. Путь мы держали в одно весьма колоритное место. Отель Старое Графство был любопытной достопримечательностью всей области, но, как нам удалось убедиться, находился он в настоящей глуши. Долгое время он работал в основном в качестве музея, но потом одному ушлому бизнесмену пришло в голову превратить усадьбу в замок с нечистой силой. И это богом забытое место сразу стало центром притяжения всевозможных гостей. Музей переделали в отель с привидениями. Так, по крайней мере, было написано в буклете. И вот в ближайшие несколько дней там будет проходить слёт любителей всего мистического и паранормального. А Катю, как представителя компании по организации праздников, попросили за солидную сумму организовать всё по высшему разряду. В том числе то самое мистическое и паранормальное. Это было первое её настолько масштабное задание, и в качестве поддержки она взяла меня. Точнее, в это время у меня была назначена командировка, под которой я имею в виду небольшой тайный отпуск. Я собиралась пару дней отмокать в Турции в обнимку со своим шефом, но у него возникла срочная командировка, и я осталась одна вместе со своими неудовлетворёнными желаниями. Обливаясь слезами от волнения, Катя упрашивала меня поехать с ней, пообещав, что в графстве меня ждёт не менее запоминающаяся программа и целый спектр спа-услуг.